Матч шестого тура, вот Честно говоря, рэндом иногда опасаюсь Иногда опасаюсь... Что я пропустил, Диманьякус? Ты пропустил смерть волка-убиватора без регенерации Ты пропустил потерю голема из плоти Ты пропустил потерю гули на минус мув Ты кучу всего пропустил, Диманьякус, вот У Колина маг и гриф Абервальд Ну, в принципе, у Колина все есть У Колину больше ничего и не нужно, в принципе Вот, кстати, опять же, насчет той игры с Адантом Вот, смотрите Я сделал... Адант сделал 34 блока А я сделал 77 блоков При том, что я сделал 3 нокаута и 2 травмы А Адант сделал 2 нокаута и 1 травму При том, что, казалось бы, я его просто уничтожал При том, что свои нокауты Адант сделал разово в суперважный момент Ну, как бы, окей То есть тебя башили амазонки? Нет! Они не башили меня Амазонки размазывали меня ровным слоем Я бы так это описал Ну, Ситар Оно может, конечно, и так Но согласись, что конкретно в этом случае Дисперсия как-то не сработала Да, честно говоря, я бы сказал бы, что и с амазонками Дисперсия не сработала Если говорить серьезно Если сейчас открыть статистику моей игры с амазонками Дисперсия как-то очень странно себя повела А вот Если смотреть на цифры Честно говоря, я не понимаю, вообще работает ли дисперсия Смотрю на ваш стрим и не покупаю эту игру Ага Это нормально Я сегодня тоже в одной игре кинул гфи на 60% Ты можешь купить игру за 50 рублей на платье ру, чтобы было не жалко Вот что я бы сказал С амазонками пробой выглядел адекватно Ну, Ситар Давай скажем так Вот мой пробой по амазонкам Был, наверное, адекватным А вот пробой амазонок по мне Мне тяжело назвать адекватным Хотя, может быть, я и не прав Прекрасный ивент для хуманов, кстати Наконец-то пятка хуманов сыграет Ребята Наконец-то спустя множество игр Пятка хуманов имеет шанс на реализацию Рерол Демоньякус У Индики это четвертый матч подряд Где ей прям дико перло На мой взгляд А у меня это был шестой матч подряд Где Мне дико не перло Не, Ситар Давай сделаем поправку вот на что Смотри Я тебе просто объясню Вот Я получил пять травм Индика получила три травмы Я нанес шесть нокаутов Я пропустил три нокаута То есть по сути своей Ну, если немножко прибавить У нас получилось девять на восемь У нас получилось девять на восемь Но При этом я сделал блоков На двадцать пять процентов больше Ну, почти на двадцать пять процентов больше Но Фигня-то еще и в том Что Как бы это сказать-то помягче Я бил по седьмому армору А Индика била Била по восьмому и девятому И только там одного игрока с седьмым ломануло С первого удара, кстати Когда я играл в Варкрафт 3 У нас была поговорка Каждый играет за самую слабую расу Да, да Не, некая не слабая раса Ну, грубо говоря Ситар все равно Мне в целом кажется Мне в целом кажется Что Как бы У Индики было получше Какого старплеера Колян купил? Да, грифа Абервальда Там и некого больше покупать Взятка улетает на первый же фол Это плохо Опа И единичка на взятке И пяточник Вот не зря Не зря Ну, знаете, это Вот Ваш Берн Знаменитый второй человек Который Невероятно удачлив Вот Ваш Берн Он тоже большой фанат удачи Смотря на игры Ваш Берна Можно посмотреть Насколько же он хорош Как Везунчик Может быть Глядя на Ваш Берна Мне Знаете, как бы Вот У Ваш Берна Каждая игра С непрухой практически Вот Ваш Берн Старается изо всех сил Ну, Ситар Я тоже сегодня Старался изо всех сил Но, конечно Стоит сказать Что Три дабл черепа Спасли мою задницу Я Нисколько не скрываю По игре Я на ничью не наиграл Хотя я старался И результат Налицо Вот Знаешь Проблема Ситар В том, что У меня Ноль удовлетворения От результата Вот Просто Ноль Я вот Реально В такой печали После игры Что Мне это Никак не Закомментировать Для меня По всем параметрам Это неудачная игра Вот Скажем так Вот я Если смотреть На все игры Этого сезона Вот Ну то есть Скажем так Вот чисто По своим скиллам Я недоволен Только игрой С Адантом Пяточник Пяточник И пяточника Не уронили Очень обидно Для вас Берна Не идет у него То есть Вот у меня Как-то не знаю Вот Единственная игра С Адантом Там надо было побеждать А все остальное Ну Результатное лицо В таком контексте Вызывает стран У меня тоже Я не хочу Никого лечить Не надо Но зачем Играть в игру Если испытываешь Удовлетворение Не испытываешь удовлетворение И просто сгораешь Антрон дома Вот Я тебе ИССР Восток Подскажу Настолько Простейшую причину Что ты даже Не поверишь Вот Причина Есть несколько причин Во-первых Это одна из немногих игр Которая Оправдывает мое существование Как стримера Это важный момент То есть Это единственная игра Которая позволяет мне Иметь творческую реализацию Это раз И это очень важный момент На самом деле Во-вторых Из всех остальных Стримерских игр Это единственная Которая приносит Постоянный доход А в-третьих Сейчас Пока что Нету Какой-то Игры Которую я мог бы Стримить Еще В этом проблема Что сейчас Рынок игр Это абсолютно Выжженное поле На мой взгляд Ну Ситар Проблема в том Что я потерял За матч Трех игроков Вот Вот это Немножко Не радует Ну ладно Давай скажем так Двух с половиной Игроков Вот Понял Спасибо за развернутый ответ Да никаких проблем Ты задал Вполне адекватный вопрос И получил Вполне адекватный ответ Я надеюсь По крайней мере Форма твоего вопроса Мне показалась Вполне правильной Ну окей Повалили Гаааа Этого Огра Огра Кстати можно фалить Потому что У Огра Восьмой армор И взятка Еще осталась И фол по Огру Действительно Довольно простой И понятный Надо поле Притоптать Прямо на пузяку Огру Опа И взятка Улетела И Огра Не просел Но здесь Судья Принял взятку В отличии от Хуманов Но все равно Я бы сказал Что для ваш Берна Это хорошо Да рэндом Ну просто Вот Дело то в том Что У нас с Ситаром Немного разные Взгляды На Судья сегодня Хорош Кстати да Судья Не Карасев Так вот Ситуация Просто в том Что Вот Мне Мне Лично Мало Мало Просто Играть В игру Я хочу Выигрывать То есть Я не получаю Удовольствия От От Самого От От самой Игры Огар не встал С блицом Огар молодец Умненький Умненький Огар Вот То есть Мне мало Играть На Там Короче Мне хочется Побед Вот я Не скрываю Мне Хочется Побед Мне Мало Просто Играть Я Оценю Красоту Игры Когда Мне Удаётся Из этой Игры Выжить Какую-то Красоту Такое Иногда Бывает Но просто Я Максималист По своей Натуре Мне Мало Просто Просто Играть Мне Хочется Ещё И Побеждать Вот Я Я Вижу В Этому Ничего Такого Ну Да Да И То Что Я Перед Матчем Супер Силовой Команды Рэндом Ещё И Потерял Игрока С С Четвёртой Силой А Так Да Ложка Дёгти Действительно Практически Несерьёзные Потери Очередная Фол Огра Но Колян Давит Свою Вот Эту Тему Через Фолы Правда Огр Пока Удивительно Крепок Просто Не знаю Потеря Как бы Такого Волка С учётом Того Что у меня Остались Игры С силовыми Командами Это Полная Жопа Потеря Гули Это Тоже Жопа Потеря Голема Перед игрой С Рэйвен То есть Смотрите У меня Следующая Игра С Рэйвеном Потом У меня Игра С Диамедом Потом У меня Игра С Джинни Потом У меня Игра С Энфи И потом У меня Игра С С С С С С Алексайсом Наконец-то Огр Делает Своё Дело Так Пяточника Не будет Против Кого Пяточника Не будет Против Диамеда Но Правда Я думаю Там он Не особо И понадобился Просто Вот Когда у меня Были игры Не С супер Игроками То как бы Вот Точнее Когда у меня Дело было Со всякими Не супер Агрессивными Командами А сейчас У меня будет Пачка игр С убиваторами И я теряю Волка Спрашивается Как мне Теперь играть Я честно Говоря Не вижу Каких-то Супер Возможностей Для того Чтобы у меня Как-то Ситуация Изменилась К лучшему Ну Ок Просто Я Рэндом Конечно Подкалывает Но Это Не ложка Дегтя Это Это Очень Грустная Ситуация Ух ты Маг С травмой Прекрасный Маг 5 4 6 6 Пропуск Игры Аптека Улетает Спасение А теперь Будет Видимо Прыжок В пустоту У тебя Есть еще Один Волк Спиритолог Ты очень Клево Косплеишь Ситара Отлично Получается Реально Вот Натуральный Косплей Ситара Забавно У тебя Смешно Получилось Я оценил Это Знаешь Как я Я мог бы Сказать Не Ну Волк Жене Умер А Нет Умер Не Не Ну Скажем Так Рэндом Я имею Ввиду Что Ты Так Твои Косплеи Ситара Это Скорее Подколы Ситара А не Меня Ой Господи Ну Короче Вы поняли В общем Не важно Просто Не знаю Как бы Вот У меня Натурально Я показал На стриме Матчи И у меня Натурально Вот Пять матчей Подряд Был полный Ад А этот матч С Индика Стал шестым Матчем Подряд Полным Адом Вот Ну Конечно В этом Полном Аде Был Маленький Проблеск Того Что Индика Накидала Плохих Кубов В какой-то Момент Вот Я Выкатил Ничью Там Где я На ничью Не рассчитывал Но как бы В любом Случае Ну Ничего Хорошего Пройти Игры Сказать Нельзя Сейчас Будет Подбор Гриф Добегает Не Не Добегает Не Добегает Вру Не будет Подбора Но Спринта Тоже Делать Нет Смысла Потому Но Хуманы Могут Подобрать А нет Вот Теперь Хуманы Не Могут Подобрать Мяч Хуманам Закрыли Пробегание Но Боюсь Что Хуманы Пропускают Гол Слишком Они Далеко Держали Своего Меченосца И Слишком Были На Передовой А теперь В общем То Холопы Зажали Я Сомневаюсь Что Хуманы Смогут Сделать Какую То Расплату Я Пропустил А где Хуманы На Мяче А Хуманы Все Были На Передовой И Один Хуман Был Собственно Говоря С Мячиком В него Пролетела Молния Хуман Ушел За Поле С Травмой И Его Полечили В общем У Хуманов Все Плохо И У Хуманов Слишком Много Невыгодных Контактов Мне Так Кажется И Кэтчеры Со Второй Силы Сейчас Очень Погано Будут Играть Короче Все Надо Нерфить Бретонцев Надо Делать Вторую Силу Холопом А не Какие-то Слишком Читерные Или Шестую Броню Ну Я бы Не Сказ Это Были Классические Все Налоз Я Немножко С Этим Не Согласен Концепт Был Немножко Другой Ну Что Тут Остается Проблема В том Что Хуманам Надо Либо Кидать Даджи Либо Бить Лонарами И то И другое Очень Неприятно Ну Хотя Бы Одного Ситар Хотя Бы Одного А Здесь Ваш Берн Как-то Видимо Не Ожидал Такой Наглости От От Колина Зная Колина Надо Просто Быть Готовым К тому Что Колян Всегда Играет Нагло Колян Не Умеет Играть По Другому Либо Колян Играет Супер Нагло Либо Не Играет Вовсе Поэтому Как бы Здесь Ошибка Надо Было Играть По Другому Надо 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 Подходить Кстати Теперь Раз Профейлил Ну Теперь Видимо Будет Марка Абервальда Только Марка Абервальда Ничего Не Даст Мне Кажется Это Похоже На Не Ну Тут Трудно Будет Тут Будет Трудно Кэтчер Стоит Очень Неудобно В этой Ситуации Но Сейчас Для того Чтобы Какие-то Шансы Появились У ваш Берна Надо Чтобы Колян Прокинул Какие-то Супер Отвратительные Кубы То есть Там Единички На Додж Или Единички На Подбор Ничего Другого В принципе Не Спасет От Гола Только Чудо И Трата Рерола Ради Наглого Доджа Под Мяч Но Вот Это Неплохо Было Это Было Очень Наглое Действие Но Других Вариантов И Не Было С Другой Стороны В принципе Колян Сейчас Вполне Имеет Шансы Вне Очень Сложные Кубы Разрулить Все Это На самом деле Ему нужно Сделать Удачный Один Д Холопом Все Это Из Самых Таких Вариантов Ну На самом деле Можно И Блицера Ментального Бугуртатора Спокойненько Как Это Называется Это Колян Просто Бить Будет Колян Просто Будет Бить Смотрите Первый Удар Будет Здесь Так Вот Раз Удар Прошло Вообще Удар В Кэтчера Напрашивается Ну Ладно Удар Бугуртатором Удар По Кэтчеру Тоже С Блоком Я бы Делал А Это Будет Просто Блиц Собер Вальдом Типа В Горда Подбор И Гол Ну Можно И Так Кстати Ну Как Б Тут Простой Гол Извините Я Болею Две Шестерки По Кэтчеру Ну Теперь Спокойный Блиц Подбор И Гол Ну И Все Но Абервальда Либо ломаешь Либо Абервальд Ломает Тебя Других Вариантов Нет Шестерочка Спокойно Наденная В Горда Подбор И Гол С Двумя ГФИ А я бы Забивал бы На месте Колена Потому что Ну В теории Хуманы Все таки Могут Выбить Хотя Это И Тяжело Будет Ну То есть Три Плюс И Потом Шесть Плюс И Норм Колян Забивает У Него Все Прекрасно Извините Пожалуйста Я болею У меня тут Совсем Расклеился Нос В общем А вылечиться Я как-то Я заболел Прямо Перед стримом Прошу прощения Я Закапывался Но Что-то Что-то Эффект Закапывания Уже Прошел Ну Что У Хуманов Нет Точнее У Хуманов Минус Один Игрок Вот Принц Минус Один Игрок Уколено Условно Говоря Но В принципе Если Хуманы Хорошо Разломают То Они Могут Поиграть И На Ничью Хотя Это Будет Очень Трудно Если Хуманы Сейчас Забьют То В принципе Хуманы Могут Поиграть На Ничью Кстати Так Что Все Не Так Плохо А Сколько Запаски Было У Калина Одна Он Смотри У него Один Лонер А вот И Он Брал Хотя Нет Стоп А может Он Покупал Лонер Не Вряд ли Три Шесть Десять Да Одна Запаска Была То есть У него Был Лонер И он Взял Обервальда Все Все верно У него Расстановка Как футбольная 4-3-3 Практически Кстати А мячик Для Хуманов Улетел Хорошо Ну Так То Если Судить Мяч Для Хуманов Улетел Очень Неплохо То есть Я бы сказал Что у Хуманов Неплохие Шансы На то Чтобы Пойти И И Забить Если Еще Сейчас Мячик Например Отлетит В руки Кетчера И он Его Поймает Я Я Сказал Ситуация Отличная Вот Сейчас Без Преувеличения Ситуация Для Хуманов Очень Приятная Для Двухходовки Прям Ваш Берн Зашло Но Это Был Не Блиц Ребята Это Был Не Блиц В этом Плане Ваш Берн Сыграл Аккуратно Пробойчик Ну Правда Пробойчик Много Не Даст Но Тупка Огра Немножко Не Вовремя Но Я Считаю Что Шансы У Ваш Берна Забить Есть Очень Хорошие Шансы На Гол Падение Меча На Удивление Приятненькое Конечно Пятерка Найдена Классно Колян Правда Сейчас Имеет Шансы Пробиться К мячу Тем более Здесь Находится Гриф Эбервальд И он Вполне Добегает Пятерка Найдена По А Странно Может быть Стоило Хотя Ладно Хумана Освободили Нормально Лучше Уж На лонеры Вешать Игроков Прикрытие Потихонечку Идет Хотя Здесь Кстати Очень Напрашивается Блиц В Блицера И Вешение На Мяч Ну Посмотрим Если Богар Просто Пошел И не Закрыл Здесь Пробегание И Веще Все В целом Было Было Круто Но Огар Уж Больно Не Вовремя Тупнул Привез Привез Огар Но Мы Помним Ребята Что Это Знаменитый Тар Свирепый Он Знаете В простонародье Относится К тем Знаменитым Проверенным Бойцам Вот так Вот Ник А можешь Сделать Мяч Освободили Лона Рахумана Подбор Мяча Но Пока Все Неплохо У Ваш Берна Не Идеал Конечно Здесь Даже Какая-то Импровизированная Клетка Получилась Вообще Знаете Я бы Можешь Холопам Дал бы Пятый Мув Мне кажется Шестой Мув Для Холопов Это Как-то Много У Холопов Слишком Много Мобильности Может Мне кажется Конечно У меня Есть Какое-то Такое Ощущение Удар Не Прошел Это Хорошо Здесь Строительство Строительство Столбиков Идет Потихонечку Но В принципе Понимаете Кетчер Хуманов Он далеко Бегает У него Восьмой Мув Поэтому Требуется Очень Ранняя Защита Я считаю Что У Ваш Берна Все шансы Есть У Холопов Отличные Статы Плюс Фент Регулярно Позволяет Им Заканчивать Ход Незамарченными И перестраиваться Но Мне кажется У Холопов Слишком Хорошие Статы Им Ловкость То В принципе Не Нужна Вот Тар Свирепый Побежал Тар Дал Прекрасные Марки Забегание Лонера На гол Раз Два Три Четыре Пять Шесть Нормально Еще Одно Гафа Наверное Надо было Кинуть Линейкой Ну ладно Немножко Не понимаю Мыслю Ваш Берна Ну ладно Шестерочка Найдена Ну видимо Надо Подходить В этой Ситуации Да Да Я просто Я не очень Понимаю Как ваш Берн Собирается Перестраиваться Теперь То есть Здесь Только Через Додж Можно Занять Хорошую Позицию Для Гола Если Я Правильно Вижу Мне кажется Хуманы Как-то Коряво Перекрываются Ну может Мне кажется Просто Так А ну Кэтчер Есть Рерол Проблемов Так Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восем Девять Окей Хуман Забивает Травма Вот это Неплохо Кстати Сейчас Все Зависит От того Получится Ли Паст Тире Вкладка То есть В принципе Окей Прикольно Сыграл Правда На мой Взгляд Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Ну в принципе Ментальный Бугуртатор Дает Ударов Кэтчера Хуманские Кэтчеры Очень далеко Бегают Как Гребаные Эльфы Хотя Лицо У этого Кэтчера Как будто Его зовут Дядя Вася И он В принципе Не знаю Там Продает Какие Ни телеки Или Че Ни Такое Чинить Телики Вот Точно Да Блиц Блиц В 2D Двойка Устраивает И теперь Самая проблема В том Что у ваш Берна Только один Игрок Забивает И это Нулевая Линейка Нулевая Лонарная Линейка Давайте Сразу Уточним Как Забивать Нулевой Лонарной Линейкой Мне не Очень Понятно А Огра Ой Холопы Нагло Отталкивают Огра Удар В 1D Гард Падает Ну Че 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 Колян Нагрязнил Ребята Че Че Колян Нагрязнил Опять Правда По моему По моему Хуманов Есть проталкивание Вполне Неплохое Но Колян Его Закрывает Да Ладно Было Неплохое Проталкивание Но Колян На Грязнил Не Так Стоп Не Ладно Проталкивание Еще Есть Хотя Тут Будет Додж Все равно Сложный Не Ну Проталкивание Есть Но Оно Какое Такое То есть Ладно Мы Встанем Мы Встанем Сюда Мы Встанем Сюда Тук 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 Удар Тук Тук Да Нормально Да Можно Налево Протолкнуть Да Не знаю Правда Увидит ли Это Ваш Берн Но Вообще Должен Проблема В том Что У Ваш Берна Просто Нет Реролов А Без Реролов Чет Как То Это Не Не Весело Без Реролов Просто Сейчас Надо Будет Накидать Очень Много Грязи Но Я Делал Проталкивание Хумана Это Единственный Вариант Забить Это Не Страшно Кстати Конкретно В этой Ситуации Это Не Страшно То Мы Делаем Так Мы Делаем Так Колян Не Забивает 100% То Можно Не Париться Встаем Встаем Бьем Отсюда Вот Так Толкаем Бежим Даем Пас И Смеемся Колян В лицо Да Но Я Сомневаюсь Что Прокатят Очень Очень Сложный На самом Деле Серия Бросков План Простой Ситуация Сложная Теперь Блиц Гардом Гард Побежал Гарда Устраивает Почти Все Шестерка Найдена Теперь Я бы Сказал Сначала Надо Додж И Вставание А потом Пас Так Так Ребятки А шанс То есть Вот Теперь Уже Не Сложно Практически Гф Гфи Пас Рерол Паса Две Единицы От Ваш Берна Как же Ваш Берна Не Вез Даже Рерол Внутренний Не Помог Даже Не Помог Внутренний Рерол Вы Понимаете Самое Неприятное Но Вот Как я Сказал Ваш Берн Наверное Более Невезучий Парень Чем Я Вот Два Плюс Было Зря Почему Зря Там Без Гфи Нельзя Было Сделать Проталкивание Редорокс Там Может Быть Был Зря Удар По Вот Этой Линейчке Ну Ладно Ну Как Говорится Что Такое Не Везет А Как С Этим Бороться Сейчас Еще Одного Из Гордов Можно Побить Самое Грустное Во всей Этой Ситуации Что Сейчас Будет Атака Сейчас Будет Атака Колена Ну Кинул бы Один На ловлю Да 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 Что Небудь Такое А Пасующим Ну Так Ради Слушай Какая Разница Кинул бы Дабл Единицы На ловлю Правильно Сказали Ну Как бы Дело Такое Но С другой Стороны С другой Стороны Встал Игрок Хотя Тут Ребят Тоже Встал То есть Хуманы В минус Одного Холопа В минус Одного Но Главная Проблема Что Хуманам Надо Дефаться А Дефаться Хуманам Будет Сложно То есть У Хуманов На мой взгляд Нету Возможности Выбить Мячик У Четырех Сильного Блоджерного Игрока И Хуманы Не особо Могут Сделать Давление На мяч У Хуманов Все Плохо Кто У вас Сейчас Лидирует В турнире Колян Колян Выиграл Все игры Кроме Одной И Видимо Выиграет Эту Игру Да не Ваш Берн Все Делал Правильно На мой взгляд Ваш Берн Все Делал Правильно Но Кубы Не У Хуманов Привет Теклис У Хуманов Есть Маленький Шанс Но Я бы Сказал Что У Хуманов Примерно Такой Шанс Как У меня Был В игре С Индикой Только Я Сомневаюсь Что Колян Кидает Такие Кубы Вот Это Саша ПКД Кидает Корявые Кубы Колян Такие Не Кидает Идеальная защита Это Приятный Ивент Она Помогает Ваш Берн Хоть И Не Супер Значительно Ну Понимаешь Нав Просто Колян Лакерок Я Я мог Обыграть Колина В этом Турнире Но Понимаешь Нав Вот Я мог Обыграть Колина Но Я кинул На ГФИ 1-1 Когда мог Забить Гол В первом Тайме Потом Я кинул 1-2 На подбор Когда мог Забить Во втором Тайме И потом Я кинул 1-1 На ГФИ Еще раз Когда мог Забить Во втором Тайме Но Против Трех Дабл Единиц Очень Трудно Играть Вот Три Дабл Единицы Тяжело Контриться Мне Конечно Подсказали Что надо Было Кидать Шестерки Вот Я Запомнил Это В следующий Раз Но Если Смотреть То У Колина В Принципе Скажем Так Колян Должен Был Играть В Ничью С Энфи Просто В игре С Энфи Калину Энфи Очень Сильно Не Поперла И Энфи Сделал Какую-то Чушь На мой Взгляд Там Была Очень Странная Игра Вот То есть Энфи Там На ГФИ Накидал Просто Какой-то Бред Вот Ну На 3 Дабл Единицы Это Как-то Не Очень Здорово Потом Че там Еще В игре С Аликсом Все Было По Делу В игре С Рейвеном По Делу А Вот В игре С Брайтом Колян Просто Ну Не Знаю Поделил Эльфов На Ноль Это Было Странно Это Да Рэндом Это Да Ну Просто Колян На Мой Взгляд Самый Страшенный Лакер В Игре Вот Реально Все Его Игры На Турнире Это Был Какой Адовый Лак Ну Может Кроме Игры С Рэйвеном Потому Что Рэйвен Там Сам Ну В общем Привез Ну Там Понимаешь Ситар Там У Эльфов Были Неплохие Шансы Но Они Проиграли 3-0 И На Мой Взгляд Брайт Проиграл Тогда Вообще Не По Игре Но Другой Вопрос Как бы Кого Это Волнует Если Пом Проиграл В итоге Брайт У Просто На Этом Турнире Тоже Дико Не Везет Брайт Шикарно Играет Позиционку Но С ним Каждый Раз Происходит Что-то Ну Совершенно Запредельное Вот Просто Вот Смотришь Игр Колина И С Колином Никогда Запредельное Не Происходит Хорошая Шестерочка Огр Бьет Огр Крушит Могучий Тар Наконец Показывает Свои Лучшие Качества Спасибо Биг Бэт Хэнсом Мэн За Фоллоу Какой у тебя Длинный Ник Прям Лонарем Я думаю Здесь не особо Хочется Бить Но Колян В этой Игре Хотя бы Немного Трещит Хотя В целом Конечно Если посмотреть Колян Во всех Играх В общем Очень Хорошо Стоял Честно Говоря Всего Хотя В принципе Ну там Сэнфи Было Конечно Очень Неприятно Да 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 И с Брайтом Тоже Мне кажется В игре С кельном Надо все Таки Пытаться Осредоточиться На уничтожении Клина Хоть и Получается Не всегда Не такой уж Он и скрытый Не Я ничего Не говорю Про скрытый Пул Вот Вот Видишь Как Диамет Обиделся Диамет Посчитал Что Скрытого Пула Нету И мы Пытаемся Бросить Тень На его Скил И так И так Сильно Обиделся Вот Мне кажется Что на самом деле Теория Даже не в том Что прет Скорее Теория Даже в том Что есть люди Которым Меньше Не прет Вот это Мне кажется Более Разумным Вот Да понятное Дело Нету Просто Мне кажется Что если Диамет Всерьез Думает О том Что В его Результате Собственно Говоря Ну Как бы Нету Влияния Сейчас будет Вкладочка Бугуртатору И закат А вот Мне просто кажется Что если Диамет Всерьез Думает О том Что Как бы Влияния Рандома На его Результат Нету То он В общем Глубоко Ошибается Ну Мне Ситар Кажется Что Как бы Диамет Недооценивает Долю Удачи Крепкие Ноги Сработали Ловля И 2-0 Кажется Ну Еще не 2-0 Но Очень Трудно Будет В этой Ситуации Что-то Сделать Хуманцам Вот В общем Мое ощущение Что Диамет Просто Недооценивает Роль Удачи Мне Так Кажется Он Хороший Игрок Но То Что С ним Происходило Очень Мало Дерьма Это Чистая Правда Отличный Единица На ГФИ Дубль Единица Может Спасти Вождя Русской Революции Но Это Не Дубль Единица Но ГФИ Теперь Кидать Нельзя Хотя В целом Все Равно Добежать До Багуртатора Будет Тяжело А Вот Это Очень Вовремя Единичка Кстати Делаешь Правильные Действия Выигрываешь Что Не Так Но Проблема В том Что Есть Довольно Много Людей Которые Делают Правильные Действия А Потом Проигрывают Или Не Выигрывают Вот Например Вот Моя Игра С Крысами Я Все Делал Правильно Все Делал Правильно А Потом Крысы Кинули Додж 5 Плюс И Две Шестерки В Красные Когда Я их Устраивал Только Этот Результат И Травмировали Мне Гулю Ну Дело Такое Он Дооценивает Я думаю Но Он Видит Намного Больше Моментов Где У него Есть Возволь Повлиять На Кубы Чем Ты И даже Думаю Чем Я Знаешь Ситар Вот Дело В том Что Вот Когда Я Играл С Диамедом В Руб БЛ Вот Я Его Магию Практически Не Видел Когда Я Кастил Игры Диамеда На Чемпионате Мира Я не Видел Магии Диамеда Потому что Не кидал Такие Кубы И Вот Когда Я Смотрел Недавно Его Игру В Плей Чемпион Транслатора Я Его Магию Увидел Только В тот Момент Когда Вампир Кинул Дубль Единицы Хотя Должен Был Выигрывать Диамеда Вот В Совершенно Детской Ситуации Вампир Кинул Дубль Единица А Вот То есть Как Б Честно Говоря Вот Вот После Руб БЛ Вот После Руб БЛ Я Ни Разу Диамеда Не Видел Его Магии В Столь Масштабном Состоянии Вот Мое Мнение Непрофессиональное Я Вот Магии Диамеда Не Видел А Я Именно Позиционирую Это Как Магию Потому Что У меня Нет Какого Другого Объяснения Скажем Так Если Можно Так Выразиться Рисковые Были ГФИ Придется Реролить Лонера Вот Без Выбора И Лонер Реролит Ох Ты Но Правда На мой взгляд Бугуртатор Все равно Должен Стоять На ногах Опа Дольше Не Прошел Красивый Был план Я думаю Это был Единственный План Выбить Мячик Все Хорошо Сделал Ваш Берн Но Не Кинул Кубы Вот Опять же Сложные Или Кубы У Ваш Берна Я Думаю Нет Но Он Их Не Кинул Вот Тут Такие Дела Ну Вот Камбио Доллар Скажем Так Даже Если Бы Эльф Тогда Забил А вероятность Этого События Была Довольно Велика Я думаю Что Диамет Снова Вытащил Ничью Потому Что У нее Были Все Ресурсы Для Этого Ну Там Ситар Ладно Окей Ладно Ситар С этим Моментом Я не Могу Спорить Здесь Ты Полностью Прав Но Там Был Еще Один Момент Когда Вампир Накидывал С лопаты Грубо Говоря Там На самом Деле Все Было Весьма Так Специфично На мой Взгляд Ну Теклис Извини Но Я Уже Болею Ничего Не могу С этим Поделать 2-0 Уверенная Победа Колина Сомневаюсь Что Хуманы Камбэкнут В этой Ситуации Ну Вот Например Ситар Вот Сейчас На мой Взгляд На мой Взгляд Сейчас У Вашберна Была Не такая Сложная Серия Кубов Но В итоге Он Кинул Два Раза Единички Вот Неприятненько Как Бы Или Вот Ситуация С Индикой Когда Индико В общем Взяла И накидала Тоже Очень корявое Спасибо Теклис Я правда Сомневаюсь Что я Быстро Вылечусь Я вот Например Тут Минут 15 Назад Попросил Женщину Сделать Чай А она Такая Типа Сидит Втыкает В компьютер Вот Спасибо Скоритов За поддержку Накидаем С лопаты Спасибо Солныш Если что На записи Как бы было Слышно Что я просил Спасибо Спиритолог Правда А Ты когда Посмотрел На меня И потом Борис в компьютер Села Я подумал Что ты услышал По идее Любой ход Где есть Хотя бы Два действия Стреплюс Должен Без Автоперебросов Уже Переход Хода С большой Вероятностью Ну Ситарь Я бы сказал Что просто Дело то в том Что даже если Играть От концепции Наименьшего Бросания Кубиков Все равно У некоторых Это будет Получаться Лучше А у некоторых Хуже И Почему так Я не знаю Я не могу Это объяснить Какими то Адекватными Методами Вот Давай скажем так Вот ты смотрел Игры Брайта Ты смотрел Игры Вашберна И согласись Что и у Брайта И у Вашберна Вот знаешь Как бы Когда Индика Проигрывала Свои первые Четыре игры Индика На мой взгляд Играла Весьма Нагло И Как бы Ее В итоге Пососы с кубами На мой взгляд Как раз таки Были Хорошо Объяснены Большим Количеством Бросков Вот А вот Когда я смотрю Например Игры Вашберна И там Игры Брайта Ну мне трудно Это объяснить Таким методом Вот Как бы Когда я смотрю Как играет Индика Или Энфи Вот Их Плохие результаты Местами Мне Объяснимы Потому что Они делают Много действий Которые На мой взгляд Весьма рискованные А вот Когда я смотрю Игры Какого-нибудь Вашберна И Брайта Которые пытаются Как по учебнику Играть Позиционку Здесь все уже Совсем иначе Вот Вот Знаешь Рэндом В этом плане Ты тоже прав Но у меня Здесь Немножко Вот Я очень люблю Серию игр Футбол менеджер Я Большой любитель Футбольного менеджера И В футбольном Менеджере События Предопределены До того момента Как ты Сделаешь Замену Например Или сменишь Тактику То есть Все что идет До момента Смены тактики Или Замены Оно предопределено И это Известно Но при этом Когда ты играешь Футбольный менеджер Из-за того Что ты Можешь Изменить Тактику Или сделать Замену И действия Поменяются У тебя есть Ощущение Того Что ты действительно Сильно влияешь На игру А вот Когда я играю В Bloodball У меня почему-то Такого ощущения Нету Понимаешь В чем дело То есть Я вижу Проблему Именно в этом То есть В футбольном Менеджере Эта концепция Работает На мой взгляд А вот В Bloodball Она Как я люблю Говорить Сосет Жопу Ты Привираешь А в чем Я привираю Ногогресс Иногда Ты очень рад Найдя Способ Выкрутиться Это бывает Крайне редко Вот А в менеджере 1-2 Ситара Потому что В менеджере Концепция Строится Немножко Не на этом Ты Понимаешь Главный прикол Менеджера В том На мой взгляд Что ты Действия Походу Ты принимаешь Меньше действий По ходу матча Потому что Ты принимаешь Очень много Решений До матча То есть Ты набираешь Тренеров Ты набираешь Игроков Ты Их тренируешь Определенным образом Ты Определенным образом Накапливаешь Опыт Тактики Ты Намного Больше Ну вот Грубо говоря Твой Подготовительный Процесс Он намного Более Долгий Вот В этом Дело Улавливаешь О чем Я Красиво Ваш Берн Делает Проталкивание Для того Чтобы Дать Два Куба В Игрока Очень Хорошо Все Делает Ну вот Понимаешь Например Вот Сегодня Я с Индикой Вроде Все Сделал Правильно В Какой То Момент По Крайней Мере Но При Этом От Игры С Индикой Я Не Испытал Никакого Удовлетворения Вот Например Когда Я Играл Супер Хуманом Который Шел Со Счетом 8 0 1 И Я Почти Помешал Ему Забить Я Испытал Удовлетворение Но Выглядит Я Все Насосал Она Крайне Важна Ситар Но На мой Взгляд Проблема В том Что Из-за Того Рандома Который Есть Тактика Не Так Сильно Зависит От Тебя То Я Сказал Что В Футбольном Менеджере Ситуации В которых От Тебя Мало Чего Зависит Они Все Объяснимы И Понятны В этом Дело Ну Вот А Когда Ты Играешь В Бладбол Нету Такого Ощущения Хотя Я понимаю Что Это Очень Субъективно Звучит Очень Субъективно Вот Ты Играл Футбол Тактикс Энд Глори Слушай По-моему Она у меня Даже Куплена Я ее Давно Уже Покупал Я Сейчас Проверю Конечно Я Сейчас Уточню Так Это Очень Важный Ивент Сейчас Секундочку Ребята Я Сворачивался И Падение Меча Так Окей Падение Меча Классное Падение Меча Очень Классное Так Сейчас Я Скажу Насчет Футбола По-моему У меня Даже Ачивка В стиме Ой Не Ачивка Есть Этот Значок Да У меня Куплено Футбол Тактик Сэнд Глори И Я В нее Играл И все Такое Подобное На мой Взгляд Вот Футбол Тактик Сэнд Глори Я просто Смотрю Они очень Сильно Изменили Движок За время Но все Равно У меня Ощущение Что Эта Игра Ну Это Аркада Короче Это Не Стратегия Это Аркада Мое Мнение Поэтому Она Мне не Очень Понравилась Она Слишком Аркадная Ну Вот Ситар Понимаешь На мой Взгляд У нас С тобой Хоть ты Не согласен С этим Довольно Схожий Стиль И это Кстати Весьма Неплохо Отражается В Результатах Этого Турнира Кстати Говоря Вот Просто Дело В том Что При этом Ты Принимаешь Кубы А у Меня От них Горит Вот Собственно И вся Разница То есть Мое Мнение Что У нас У нас С тобой Стиль Очень Похож Но у нас Разные Отношения К кубам Вот Ну и На мой взгляд У нас Кубы Все-таки Немножко Разные Скажем Так Мне кажется Что у меня Какой-то Это Это конечно Личное Восприятие Тырым Пырым Мне Очень Трудно Здесь Говорить Объективно Но Просто Вот Раньше Я Я в свое Время Я в свое Время Когда еще Не было Штуки Как Короче Я бы скорее Сказал бы Иначе Вот Я заметил Одну тенденцию Вот именно Тенденцию В которой я Относительно Уверен А тенденция В чем Тенденция В том Что Когда я Играю В Бладбол У меня Кубы Не равны В том Формате Что я Могу Там Вот у меня Идет с сериями То есть Мне либо Серий Прет Либо мне Серий Не прет И именно Это меня Наверное Больше всего Угнетает Вот Ну Скажем так Ситар Ну Окей Твой стиль Кхемрями Очень схож На мой стиль Некрами Я бы сказал Что я Когда играю Некрами Ориентируюсь На Диамеда Пусть он От меня И горит Вот То есть Когда я играю Я Ориентируюсь На концепт Игры Который Применяет Диамед То есть Я пытаюсь Играть Максимально Аккуратно Пока Меня Не прижмет Или пока У меня Не будет Преимущества И в этом Тоже есть Свои проблемы Я иногда Слишком Расслабляюсь Из-за Преимущества И это Моя ошибка Вот Как с Адантом Было Адант Делал Рисковые Действия Пососал А я Слишком Обрадовался Этому И расслабился Иногда Мне не хватает Концентрации Но опять же Перед игрой С Индикой Была ужасающая Серия игр Просто ужасающая И вот Когда у меня Очень долгая Серия игр Мне очень тяжело Воспринимать Бладбол Как либо Адекватно То есть Вот концепт Игры Диамеда На мой взгляд Предельно простой Ну то есть Сделал Блиц Пофалил Успех Идем дальше И не подставлять Мяч Грубо говоря То есть Не подставлять Лишние Контакты Давать Удары Там Где Можно Дать Удары И так Далее И тому Подобное На мой взгляд Это вполне Простая И понятная Мысль Другой вопрос Когда там Кидаешь Блевотные Серии Кубов То Очень трудно Все Воспринимать Я бы сказал Дело Когда Тебе Но Я Использовал Может быть Одни Из лучших Плеев Которые В принципе Там Были Хоть Я и не могу Сказать Это Наверняка Но я По итогу Все равно Не получил Никакого Удовлетворения От матча Просто Чертовски От всего Этого Устаешь Усталость От игры Слишком Сильно Накапливается Была Попытка Даджа И Сажение На мяч Ну На мой взгляд Шансы Ваш Берна Маленькие Очень На ничью Но вот Ситар Дело то в том Что вот Я Лично У себя Заметил У меня Это идет Сериями То есть Пока идет Серия Вот Ты как Не Кочевряшся Все будет Плохо Даже в тех Играх Где Казалось бы Все должно Быть Хорошо Меня Вот Меня Больше всего Бладбол Убивает Его Серийность Бладбол Как серийный Маньяк Ну Сейчас Будет Клетка И у Ваш Берна Будет Минимальный Шанс Удачи тебе Рэндом Я Тоже Уже Хочу Выпить За покойного Волка Знаете Мне почему-то Кажется Что Вот Ваш Берну Надо было Применить В какой-то Степени Концепт Ситара Под концептом Ситара Я имею ввиду Что Вот Блок Еще Смысл Взять Есть Может Стоило Брать Огру Брейктакл Я думаю Что Если бы Огра Был Брейктакл Он Отыграл Б Намного Полезнее Чем Гард Во множестве Ситуаций Но я думаю Что это чисто Для хуманов Для других Мне трудно Сказать А вот Чисто Для хуманов Норм Вот Если Если Например Этот Так Давайте Сначала Я закончу Трансляцию Сейчас В общем По делу Счет Я считаю Калян Хорошо Реализовал Свои шансы Хотя Конечно Если бы Ваш Берн Забил бы Тогда Гол То Все было бы Лучше Но Не получилось Пофейлил Многовато Вещей Взятка Еще Конечно Очень Неприятно Тогда Отработала В какой-то Момент Хотя Я думаю Главная Ошибка Ваш Берна Была На Маге Главная Ошибка Которая Повлияла На Матч Это Маг То есть Ваш Берн Не заметил Того Что Гриф Добегает С ГФ И до Мяча И что Он Подставился Вот Это Был единственный Реально Большой Косяк От Ваш Берна В этой Игре Хотя Честно Говоря Для того Чтобы Его Увидеть Нужно Было Я думаю Очень Хорошее Понимание Очень Хорошее Пространственное Мышление То есть С одной Стороны Ваш Берна Не Перло То есть Гол Который Он Не забил Тогда Казалось Бы Очень Простой Мог бы Повлиять На Игру И он Мог Играть На Ничью Но Как бы Извините А вот И не Поперло И одна Была Ошибка Может быть Нища Была бы Более Справедливым Результатом Но В Бладбоуле Нет Справедливости Кстати Огр Дико Тупил Огр Дичайше Тупил Но Мы Помним Что Тар Могучий Это Проверенный Боец Вот Благодарю